Дальше мы поговорим о пяти жидкостях организма. Это слезы, пот, прозрачная слюна, выделение из носа, вязкая мокрота. Они тоже связаны с пятью внутренними органами. Если у человека часто непроизвольно текут слезы, особенно на ветру, проблема вовсе не с глазами. Нужно нормализовать работу печени. Когда тси печени наполнится, восстановится способность удерживать слезы. Бывает, что во время еды у человека происходит сильное потоотделение. Этот симптом говорит о проблемах с сердцем. Надо нормализовать работу сердца. У некоторых во время сна на подушку течет слюна. Этот симптом говорит о слабости селезенки. Бывает, что ощущается сухость во рту. Это не проблема ротовой полости. В этом случае отсутствует густая слюна, за которую отвечают почки. Почки распределяют воду по организму. Когда она льется из глаз, это слезы, из носа – сопли, а во рту – это слюна. Но если возникает сухость во рту, это значит, что в результате переутомления почки снизили свою активность. Их надо поддержать. Принять кардицепс для восстановления их нормальной функции. Если тси легких недостаточно, износа постоянно будет течь. Выделение износа – симптом сниженной активности легких. По поведению и изменениям жидкостей организма, мы тоже можем диагностировать слабость того или иного органа и своевременно принимать соответствующие меры. Продолжение следует...